Так, еще раз. Добрый день. Меня зовут Ирина Политайкина. Я являюсь руководителем по направлению Болгария в компании Интурист. Я думаю, сразу начнем без каких-либо предисловий. Как всегда, ежегодно мы ставим чартерные рейсы в Болгарию. В частности, Бургас. В этом году мы летаем по понедельникам и пятницам. Из Москвы, начиная с 29 мая по 14 сентября полетная программа длится. И из Санкт-Петербурга с 22 мая по 14 сентября. Кроме этого, из Москвы выставлены регулярные рейсы ежедневные, кроме тех дней, когда летает чартер. То есть, на это нужно обращать внимание, чтобы понедельникам и пятницам вы увидите только чартерные рейсы. Регулярка поставлена в Бургас и Варну, соответственно, с 1 мая. Ну, все мы знаем, что регулярные рейсы у нас с вами выполняют в Болгарию такие авиакомпании, как Аэрофлот, Победа и Севен. Соответственно, летаем мы в этом году, как всегда, на Азур-Эйр. Наверное, вы знаете, что есть два аэропорта на Черноморском побережье Болгарии, которые принимают рейсы. Это Варна и Бургас. По курортам у нас представлено сейчас 26 курортов. Некоторые курорты достаточно крупные, некоторые небольшие, некоторые, в принципе, состоят из двух-трех отелей, не более. Давайте я их перечислю. Чуть подробнее о них мы поговорим позже. Русалка, Калякрия, Коварна. Коварна – это город Балчик. Балчик тоже – это городок. Албена – один из трех наиболее крупных старых курортов Болгарии. Кранево – Золотые пески. Второй по масштабу среди трех наиболее крупных курортов Болгарии. Золотые пески – регион, который еще иногда называют Чайкой. В этом году я переименовала его, чтобы было более понятно. Ривьера, Солнечный день, Святой Константин и Елена, Обзор, Елените, Святой Влас. Конечно, Солнечный берег – это первый по масштабу из курортов Болгарии. Несебр, Равда, Поморье, Сарафово, Созопол, Аркутин, Дюны, Приморска, Китон, Лозенец, Царево. Есть еще маленькие деревеньки, но, наверное, просто нет смысла их продавать, потому что все-таки Болгария популярна именно данными курортами. Это карта Болгарии. Для вашего понимания, стрелочкой я вам покажу Черноморское побережье. Это у нас начиная с севера и заканчивая югом. То есть все курорты расположены вдоль Черноморского побережья Болгарии. Немного общей информации о Болгарии. В этом году я презентацию сделала более такую информативную, без каких-либо лекционных моментов. Немного общей информации. Болгария, как мы знаем, у нас с вами расположена в восточной части Балканского полуострова. Она граничит на севере с Румынией, на юге с Турцией. При этом из Болгарии делают как раз экскурсионку в Стамбул. Греция, на юге с Турцией и Грецией, на западе с Македонии и Сербии. На востоке, как я уже сказала, это Черноморское побережье. Мывается Черным морем. В Болгарии Черное море. Такое же, как и у нас с вами в Краснодарском крае. Разница с Москвой во времени минус один час. Столица Болгарии, наверное, все мы знаем, это город София. Валюта Болгарии называется Лев. Соотношение приблизительное лево к евро, это где-то 2 к 1. Ну, 1,9 с копейками. Не меняется стабильно. Нет никаких таких глобальных инфляций, скачков. То есть приезжаете и, соответственно, ровно 1,9, 2 к 1. Далее я указала где-то среднемесячную температуру по летнему сезону. Как правило, море прогревается почему-то после 12 июня. Длится сезон 3 месяца. В сентябре до середины сентября еще достаточно жарко. После уже начинаются дожди и становится прохладнее. Климат очень комфортный. Нет акклиматизации. В принципе, считайте наш юг. Очень неблагоприятный климат для детей. Далее. Само Черноморское побережье, оно не везде, скажем так, в лесном массиве. Более зеленая территория, это у нас с вами находится на севере. Там есть очень хорошие парковые зоны, такие густые, как, например, заповедник Балтата в Албене. Уже после обзора, ниже к югу, уже идут более открытые пространства и растительность не такая густая и не так ее много. Это нужно понимать, что из себя представляет именно Черноморское само побережье. Далее. Недолгий, в принципе, перелет, который увеличен из-за того, что нам приходится облетать Украину. Три часа где-то из Москвы, три с половиной часа из Санкт-Петербурга. Еще немного о побережье. Само Черноморское, Болгарское побережье составляет 378 километров. Пляжи достаточно длинные, песчаные, с хорошим песком. Единственное, что на севере, так скажем, более глубокий песок, чем на юге. Максимальная протяженность некоторых достигает 8 километров. Это как, например, на Солнечном берегу. Шезлонг и зонт. Один шезлонг и зонт в этом сезоне будет стоить 20-24 лева. Стоимость достаточно приличная. Но некоторые отели в этом сезоне стали включать шезлонги и зонты уже в стоимость. То есть они представляются на пляже бесплатно при их наличии. Чуть позже я скажу, какие отели. Это, в частности, касается курорта «Золотые пески», где, в принципе, все шезлонги и зонты ранее были за дополнительную плату. По болгарской визе представляется, в принципе, минимум документов. Нет сложности ее оформлять. Можно въезжать также в страну по шенгену. Здесь правила не меняются. Стоимость у нас болгарской визы 55 евро, как из Санкт-Петербурга, так и из Москвы. В принципе, Болгария достаточно многообразна в своем сочетании отдыха. То есть можно совмещать. Есть и бальнеологи, как, например, Албена. Есть минеральная вода, это Святой Константин и Елена. Есть грязелечение, как, например, курорт по морю. Кроме этого, Болгария предоставляет возможность проведения массовых каких-либо спортивных, танцевальных, детских, не знаю, молодежных фестивалей, конкурсов, конференций. Кроме этого, Болгарию всегда рассматривают как для детского отдыха, в частности, это спортивно-оздоровительные комплексы, либо по-другому их называют лагерь. То есть, в принципе, до сих пор Болгария очень-очень позитивна для детей. Также немного еще общей информации по питанию. Выделила отдельно, чтобы было понятно, потому что раньше, например, в Болгарии очень было много, скажем так, разнообразных типов питания, в частности, All-Inclusive мог подразделяться еще на какие-то дополнительные моменты. В этом году, в принципе, они оставили три варианта. Здесь приблизительно то, что входит в данный тип питания, что касается All-Inclusive, поэтому всегда просьба уточнять на сайте, либо запрашивать примечания к заявкам, что входит в данную категорию питания. Ну, представлены, как всегда, в частности, апартаменты идут без питания. Какие-то отели, как правило, отели эконом-вариантов, как правило, на завтраках. Есть полупансионы, есть полные пансионы. Есть полупансионы плюс, HB плюс, FB плюс. Что это такое? Это просто добавляются на обеды, либо на ужин, либо обед и ужин напитки болгарского, алкогольные напитки болгарского местного производства за бесплатно. Вот этот плюсик, это просто задает часто вопросы. По All-Inclusive можно разделить стандартный All-Inclusive, приблизительно то, что туда входит завтрак, обед, ужин, перекусы в снэк-баре в течение дня. Все алкогольные и безалкогольные напитки именно местного производства, они идут бесплатно, все иностранные напитки идут за дополнительную плату. Ultra All-Inclusive – это более расширенный питание. Все включено, ультра все включено. Здесь может быть добавлено, например, раз в неделю тематический вечер, может быть вечер в ресторане а-ля карт. Некоторые отели сюда добавляют шезлонг и зонт на пляже, то есть бесплатно. То есть это будет зависеть от каждого отеля. Это нужно будет в любом случае уточнять. Здесь на слайде приблизительное то, что в принципе есть в питании Ultra All-Inclusive. Ultra All-Inclusive, как правило, представляют отели более высокого уровня. Отели 5 звезд, хотя их в Болгарии не так много. И отели 4 звезды, но с категорией 4 звезды, но уровня также 5 звезд. В основном в питании представлено All-Inclusive в Болгарии. Далее небольшая информация по номерам. Она была, скажем так, общая. То есть на картинке можете не обращать внимания в плане, это не конкретные отели, а просто приблизительно, как выглядят номера в болгарских отелях. У нас отельная база составляет где-то 800 отелей. Размещение, как правило, в стандартных номерах возможно до 4-5 человек с дополнительными кроватями. Хочу обратить внимание, что всегда, если вы выбираете размещение у нас на сайте в онлайне, например, 2 плюс 1, в названии, в категории размещения не указано, просто указано Double. Там всегда будет дополнительная кровать. Она будет выглядеть либо как такой вот маленький диванчик-кровать, либо обычная раскладушка. Но чаще всего вот такие вот раскладные, ну не в таком вот именно в виде там синий-желтый, а именно вот сам формат этих дополнительных кроватей. Но есть еще раскладные кровати. Но это раскладушки, конечно, более современного уровня, скажем так, не как у нас в советские времена, там лет 20 назад, 30 было. Далее, по апартаментам, скажем так, кухонные боксы, либо кухни с посудой, с совсем необходимым для готовки. Хотя, хочу сразу оговориться, в Болгарии не везде разрешают готовить в апарт-отелях, именно в апарт-отелях, не везде. Погреть, минимальное что-то там, в микроволновке сделать, но не в глобальных масштабах. То есть иногда готовить просто запрещают. Но это кухни и кухонные боксы есть как раз только либо в апартаментах, квартирах, да, либо в апарт-отелях. В самих отелях очень редко бывает, например, в отеле Вэлла на Солнечном берегу, я жила в номере, где был кухонный уголок, но он был пустой и готовить там было нельзя. Поэтому смысл этого кухонного уголка в данном отеле, при том, что он работает, но все включено, я не увидела. Далее, есть часть апартаментов, это тоже нужно уточнять в некоторых отелях. Есть разделенные с дверью, есть без дверей. Такой вопрос тоже часто возникает у вас. Поэтому лучше это, конечно, нужно уточнить. Дальше. Если, например, фамильные номера, это не обязательно будет два коннекта, связанных дополнительно дверью, это может быть и один расширенный номер. То есть в данном случае тоже нужно уточнять. Иногда еще болгарские отели в начале сезона любят, как я говорю, переформатировать. То есть сначала был у них фамильный номер два коннекта, и вдруг в этом году они решили фамильным номером назвать одну студию. То есть здесь такие моменты тоже присутствовали, как, например, в отелях Астера и Атлас на Золотых Песках. Любят они это делать. По инфраструктуре болгарских отелей территории небольшие, у некоторых очень маленькие, но это, как правило, эконом. Все стоят достаточно плотно рядом. Есть территории отелей, это можно пересчитать по пальцам, например, курорт-обзор, где не так много, скажем так, где можно гулять, то там, да, обзор, бич-резорт, там достаточно большая территория отелей, но как раз жизнь и идет именно вот на территории данных отелей. Но это минимум. Как правило, в остальных курортах там этого ничего нет, территория маленькие. Всегда есть бассейн, маленький, большой, неважно, бассейн открытый есть. У некоторых отелей это, как правило, более высокого уровня, есть и закрытые бассейны. А так стандарт, фитнес-залы, конференц-залы, рестораны, лобби-бар, бары у бассейнов, у кого-то спа-центры, прачечные, парковки, обмены валюты, парикмахерские. Это все, то есть, стандартная инфраструктура, которая необходима для пляжного отдыха, она присутствует. Просто она будет у каждой категории отелей достаточно различной. То есть эконом, это мы, значит, видим только небольшой бассейн, бассейн маленького размера, там у них бары рядом с бассейном, все, в принципе, ничего такого глобального больше нет. Для детей, соответственно, то же самое. Все необходимое можно запросить. Детские кроватки не во всех отелях, апартаментах детские кроватки дают бесплатно. То есть это тоже нужно уточнять. Мы пытались сделать какую-то таблицу, но это бесполезно, потому что в этом сезоне, например, детскую кроватку они делают, типа бонуса, бесплатно. В следующем сезоне она будет у них стоить 3 евро в сутки. То есть кроватки, грубо говоря, до 3 евро в сутки доходят. Всегда можно найти детские стульчики для кормления в ресторанах. Не во всех, соответственно, отелях, повторюсь, есть детские бассейны, только то также идет в зависимости от категории отелей, мини-клубы, детские площадки. Размещение с домашними животными всегда в отелях идет по запросу. Но, в принципе, есть отели, которые принимают размещение именно с домашними животными. Далее, следующий слайд я сделала. Так как идет очень много запросов, вопросов по отелям с водными горками и аквапаркам, то, в принципе, я выделила здесь все аквапарки, которые есть в Болгарии, именно на Черноморском побережье. Мы не берем город Варна. Аквамания Албена – самый большой, в принципе, в Европе аквапарк. Акваполис «Золотые пески», «Аквапарадайс» «Несебар», «Экшн-аквапарк» на Солнечном берегу, «Приморска» называется «Аквапланет», «Опечатка», «Сансет-аквапарк» на курорте «Поморье», «Аквапарк» на курорте «Дюны», «Аквапарк Атлантида» на курорте «Еленити». В принципе, это все. Но на основных курортах аквапарки представлены. Далее, два слайда идут по отелям с водными горками. Тоже очень часто задают вопросы. В принципе, здесь не все отели. Самые, скажем так, популярные, которые на слуху. «Солуна Бэй Резорт» в обзоре, «Ичведи Мирамар» в обзоре, «Котва», «Лагуна Парк», «Тьера Бич», «Кубань». «Дас Клуб» «Сани Бич», это бывший родопец «Вете Флора», состоит отель из нескольких корпусов. «Бест Вестерн Плюс», «Премиум Индит Эврика Бич Клуб», «Планета Хотел Аквапарк», это «Солнечный берег». Соответственно, в Албене есть Орхидея, Калиакра Супериор, Магнолия. Сами видите, там горчики небольшие. Несебр – это отели сеть «Соль», «Соль Несебр Марс», «Соль Несебр Палас». На золотых песках есть отели «ЛТА» и «Дольче Вита», «Мелия Гранд Эрмитаж», «Престиж Хотел Аквапарк». Их два корпуса – «Делюкс» и просто «Стандарт». «Мимоза Саншайн Хотел» и «Азалия», отель «Азалия» на курорте «Святой Константин Елена». Кстати, в этом году болгары обещали реновацию данного отеля «Азалия», который как раз к сезону будет готов. Это высокого уровня отель, 4 звезды, но, соответственно, он не дешевый. Пройдемся по особенностям бронирования, чтобы было вам понятно, как у нас на сайте можно найти Болгарию. Москва, Болгария выбираем. Советую сразу выбирать «Бургас» те, кто хочет чартер, потому что и северные курорты, и южные курорты, рассчитанные через «Бургас», для вашего понимания, это где-то сколько я ехала? Забыла. От «Бургаса» до «Варная». Ну, скажем так, недалеко, то есть 2,5, наверное, 2,5, где-то часа. Для инфантов, для инфантенков, это, конечно, приличное расстояние, потому что еще разводят туристов по отелям. Но, в принципе, для взрослых с детьми уже более, повыше возраста, скажем так, проблем, проблем доехать из «Бургаса» на северные курорты никаких не составляет. Выбираем «Бургас». Соответственно, размещение максимально у нас в онлайне вообще, в принципе, можно выбрать где-то 7 человек, 7 взрослых и, соответственно, дальше детей. 7 взрослых максимально можно выбрать. Есть такие размещения до 10 человек, это апартаменты, как правило, в отелях нет. Выбираете возраст, если нужно количество детей. Здесь по типам тура можно выбрать пляжный отдых, можно раннее бронирование, разницы нет никакой, это одно и то же. по турам. Если нужен вам чартер, вы можете выбрать чартер, если нужна регулярка, вы можете выбрать регулярные рейсы. Еще раз повторюсь, что чартерные рейсы по понедельникам и пятницам, соответственно, в эти дни регулярные рейсы не рассчитаны. Далее выбираем даты. Хочу обратить внимание, попадаем на страничку уже со стоимостью и отелями. Хочу обратить внимание, что, как всегда, зеленые галочки это мгновенное подтверждение, это коммитмент, это жесткие блоки, либо квоты в отелях. Но в любом случае, если вы сажаете на эту зеленую галочку, у вас уже заявка будет автоматически подтверждена. На это нужно тоже обращать внимание. Вот я хочу еще обратить внимание, вот видите, размещение дабл плюс два сразу видно, да, что здесь размещение. Мы выбирали там два взрослых и два ребенка. Здесь размещение видно вот в таком формате, а здесь просто студия. В любом случае, все всегда будут дополнительные места. Это просто два разных партнера, соответственно, два, две разных подачи информации по типам размещения, то есть ничего в этом страшного нет. Поэтому, когда постоянно идут запросы, а есть ли дополнительная кровать, да, в Болгарии всегда есть дополнительная кровать. Это не наш российский юг с вами, где нужно еще дополнительно заказывать раскладушку. В Болгарии это предусмотрено, это в обязательном порядке. Туры рассчитаны у нас от трех ночей, но это на регулярке в частности, хотя чартер тоже есть, до 28 ночей. Это туры, которые есть в онлайне, но есть стандартные запросы в начале сезона, папа приехал, мама уехала, бабушка прилетела, дедушка потом приехал, и берут период более, ну, больше, чем 28 ночей. Да, мы это все делаем, мы это все считаем. Если просто необходимо, необходим какой-то период больше 28 ночей, просто нужно задать вопрос и попросить на конкретную дату рассчитать тур, то есть он появится в онлайне, мы это делаем. Нет смысла выставлять сейчас там на 40 ночей, потому что все равно это единичные какие-то заявки, поэтому в любом случае это все возможно предоставить будет вам. Поэтому пишите, если будут такие у вас запросы. Это не предел. Хочу еще обратить внимание, что кроме обычных туров с авиаперелетом, где стандартно входит размещение с выбранным питанием, авиаперелет, страховка, виза, если нужна либо не нужна, трансфер групповой. Есть еще на сайте наземное обслуживание, то есть для тех, кто сам самостоятельно покупает себе билеты. Можете бронировать еще и наземку. Далее выбрали и проваливаемся в корзину. Вот здесь я просто отметила для визы необходимо просто выбрать туристов, которым необходима виза. Соответственно, у вас стоимость изменится уже на стоимость визы. Это у нас слайд по новостям болгарским в 2020 году. Я всегда в самом начале сезона запрашиваю партнеров. Что, какие будут изменения? Ну, комплекс Еленити, наверное, слышали, закрытый клубный комплекс курорт, состоящий из нескольких отелей. В этом году отель Андалузи Атриум Бич и Вилла Еленити опустится на категорию 3 звезды. В принципе, этого следовало ожидать, потому что в данном случае хозяева данного комплекса не пошли на улучшение сервиса, просто решили снизить категорию отелей. То есть это следовало ожидать. Солнечный берег, Чайка Бич Резорт, три корпуса, Чайка, Метрополь, Аркадия, отель, который стоит практически на пляже. Это те же самые хозяева, которые содержат клубный комплекс Еленити. То же самое проблемы с сервисом и соответственно они решили снизить категорию до трех звезд. по крайней мере, теперь таких жалоб, что отель четыре звезды, а сервис не соответствует, так скажем, нет смысла и отправлять, потому что категория три звезды предполагает на с вами эконом вариант во всех услугах данного отеля. Далее White Lagoon комплекс это апартаментный комплекс в Балчике. Здесь идет обновление зоны отдыха и добавились новые рестораны бассейн, то есть они расширяются. Солнечный берег Атерия Виктория Палас это тоже первая линия пройдет ребрендинг на Imperial Palace. Изменения будут чуть позже на нашем сайте. В Албене из новостей я не знаю Калиакра в принципе Калиакра Стандарт и Калиакра Супериус вообще сам отель Калиакра он всегда позиционировался как высокого уровня, они никогда не опускались этого уровня, скажем так. Очень высокий сервис, они перешли на питание ультра, все включено, хотя в принципе у них там и так было очень шикарное питание. Далее в Албене в этом году все отели комплекса стали с включенными в стоимость шезлонгами и зонтами на пляже. Раньше были исключения у них по пару отелей и откроется в 2020 году новый отель Amelie это тоже первая линия. Так как строительство дополнительных отелей на этом курорте он тоже закрытый в принципе не разрешено потому что там есть природный заповедник Болтата болгары просто сносят старые отели и соответственно строят новые отели. Так они обновили несколько отелей единственное что они делают эти отели уже более высокого уровня то есть как правило 5 звезд соответственно цена будет достаточно высокая. Далее на солнечном дне отеля Марина и Палас идет тоже обновление зоны отдыха добавилась новая детская площадка снэк бар у бассейна Марина но это для обоих отелей в принципе это курорт солнечный берег который как раз и состоит из двух отелей то что я говорила ранее и добавился новый ресторан реновацию старого просто произвели так по новостям пока все в процессе я еще буду добавлять что нового добавится далее на этом слайде я выделила сеть отелей которые представлены в Болгарии соответственно золотые пески это сеть отелей Гриффит в этом году добавился у них новый отель Мария в обзоре в сеть отелей HVD добавился Рейна Дель Мар описание тоже добавим чуть позже идет обновление ну Дит Эврика Бич и Дит Можестик на солнечном берегу расширила еще одним отелем сеть МПМ но это болгарские сети МПМ добавили туда Азура 3 звезды соответственно сеть отелей Рио Рио Астория золотые пески это недавно был построен отель пару лет назад очень шикарный вместо там там раньше была трешка Астория с дискотекой а теперь Рио Астория 4 звезды высокого уровня отель соответственно Рио Хелиос Парадайз который мне очень нравится Рио Палас Сани Бич это пятерка это новый тоже отель Рио Хелиос Бэй в обзоре Рио Хелиос на солнечном берегу сеть отелей соль не изменяет себе ничего не добавляет в этом году остаются прежними Сони Себер Бэй Сони Себер Палас Соль Марина Палас и Соль Луна Бэй Резорт в обзоре Смарт Лайн то же самое Мадара Арена Мара Мердиан Хотел ничего никаких изменений больше нет ну и Берастар это Берастар Сани Бич на солнечном берегу теперь я думаю что теперь быстренько пройдемся по курортам там достаточно много но мы не будем более так подробно их с вами обсуждать чтобы вы не успели заскучать на моем вебинаре сразу отмечу что бум строительства болгарских отелей именно отелей был где-то 2005 2006 2007 вот так вот года поэтому нужно понимать что большинство отелей достаточно возрастные и соответственно с возрастом если реновации не проходят то качество соответственно падает в зависимости еще от собственников данных отелей стройки идут как правило апартаментов это как правило юг потому что там сезон более длинный чем на севере на севере начинает уже после середины сентября где-то холодать на юге больше соответственно все мы знаем что на юге много россиян имеют также недвижимость поэтому в принципе используют Болгарию как как дачу вот наверное по общей какой-то информации отельной наверное все курорт Албена как я уже говорила закрытый курорт очень очень зеленый очень я бы сказала комфортный очень развит для детей но такое большое но большинство отелей отелей советского периода то есть как я уже отметила здесь не делают реновации в плане масштабов здесь просто сносят отели и на на этих местах строят новые отели поэтому большинство трешек которые представлены в Албании они ну достаточно старенькие скажем так но то что расположение и зеленый курорт вот это вот на самом деле все меркнет и он очень хорошо позиционируется для детей там для детей есть все в принципе для понимания сразу скажу что вот отель Дабруджа это центр курорта это очень старая советская гостиница они ее тоже будут сносить тоже будут переделывать но это как ориентир как именно центр курорта вся первая линия все отели выглядят вот в таком варианте по три отеля стоят их девять штук начиная с Герганы Гергана с Лагуна Мура Елица Нона Баряна Лагуна Гарден Лагуна Бич они уходят немножко вглубь Лагуна Мара 3 с плюсом вот здесь Лагуна Гарден 4 звезды Лагуна Мара 3 с плюсом и Лагуна Бич это отель под французами находится то есть мы его не продаем мы продаем только вот эти два отеля но в любом случае это тоже будет первая линия Арабеллу Бич уже должны были снести в прошлом году я жила уже как в этом отеле который в принципе доживал последние свои дни Калиакра Супериор как я сказала очень высокий уровень сервиса очень качественный отель ничего в нем не меняется держит марку и как говорит создавать не собирается вот эти отели это тоже три звезды дальше Фламинго вот здесь вот Фламинго Фламинго Гранд Фламинго Стандарт это отель 5 звезд недалеко от Дабруджи обратите внимание вот здесь вот есть орхидея которая имеет два корпуса нельзя конечно при бронировании сразу определить куда будет поселен но либо в один корпус либо в другой корпус и вот здесь вот где-то рядом с орхидеей так как курорт немножко на возвышенности находится но не так как на золотых песках здесь они построили экскалатор в принципе честно скажу работает иногда ломается ну как и везде впрочем экскалатор вверх экскалатор вниз то есть в принципе стало очень удобно не нужно если кто хочет покататься там ходят провозики но добираться до пляжа стало гораздо удобнее высоко честно скажу экскалатор расположен примерно напротив отеля Калиакра Мары это тоже относится к Калиакре Супериор Калиакра Стандарт то есть вот в этой части так где у нас с вами Аквамания Аквамания у нас на выезде будет Аквамания это парк большой скорее вот вот здесь вот вот здесь будет парк Аквамания расположен на выезде это основная дорога которая идет за курортом которая ведет в Варну до аэропорта Варна где-то 30 километров в принципе недалеко ну как правило все-таки отели Севера бронируют чаще всего на регулярных рейсах на ави компании Севен так если есть у вас вопросы вы можете задавать что вас будет интересовать потому что возможно что-то я и забуду сказать но это на самом деле основное по курорту Албена вот я отметила отели на первой линии отели на второй линии это где-то до 500 метров это как раз скажем так до экскалатора отели вторая линия я считаю до экскалатора и третья линия это ну это конечно не все это уже более 800 метров и выше идут основные отели которые на первой линии я представила на картинках так вопросы есть вопросов нет хорошо далее если мы спускаемся вниз по черноморскому побережью после Албены вообще в принципе идет курорт солнечный солнечный день святой Константин и Елена а дальше идут Кранево и дальше уже золотые пески золотые пески это считается вторым курортом по масштабу после солнечного берега вообще в принципе Болгария он тоже достаточно зеленый единственный у него тоже нюанс он расположен на возвышенности экскалаторов там нет поэтому нужно в некоторые отели которые расположены достаточно далеко подниматься вверх в горочку это касается туристов которым уже там за 60 за 70 регион золотые пески это как раз будет вот эта часть и она как раз находится только на возвышенности среди парка на возвышенности то есть это не первая линия что еще по золотым пескам пляжная линия она здесь расположена скажем так отделена от отелей набережной то есть отели не стоят прямо на пляже а здесь есть дорожка с кафешками с различными ресторанчиками то есть тусовочными местами так по золотым пескам соответственно курорт также очень хорош для для семей с детьми в принципе вся Болгария для детей это даже повторять не стоит ну наверное по золотым пескам тоже основная информация я вам в принципе дала выделила отели 5 звезд как я сказала что в Болгарии не так много отелей вообще 5 звезд по золотым пескам у нас с вами это Адмирал Марина Гранд Бич Интернешнл Хотел Казино Мелиогран Термитаж ну есть еще отель Дабл Три Бай Хилтон который в принципе находится достаточно высоко в этом году он пройдет ребрендинг он будет называться Аполло но у этого отеля одно из преимущества несмотря на то что он находится достаточно высоко у него очень хорошая всегда стоимость у данного отеля в данном отеле представляется услуга трансфера до до пляжа также хочу отметить отели у которых в этом году будет зонт и шезлонг уже включен в стоимость тоже предоставляется на пляже бесплатно но соответственно только при наличии потому что место в любом случае ограничено у многих и кто бы вам не говорил что в Болгарии есть у отелей собственные пляжи вы этому не верьте потому что все пляжи муниципальные просто некоторые отели не именно на золотых песках я скажу в общем на некоторых курортах они просто оформляют определенные договорные отношения с местным муниципалитетом и соответственно просто берут в аренду данный кусок пляжа но то кто говорит что вот это именно собственность нет пляж пляжи везде в Болгарии муниципальные и в собственности ничего ни у кого нет так отели которые у которых будет зонт и шезлонг включен в стоимость на золотых песках это отель София отели Престиж Делюкс Аквапарк и Престиж Хотел Гриффит Хотел Мария Мелиагран Термитаж HVD Viva Club и Адмирал эти отели в этом году в качестве бонусов представляют зонты и шезлонги ну соответственно стоимость в любом случае размещение будет как я говорю соответствующее учитывая что они отели достаточно высокого уровня кроме отеля Софии это три звезды дальше по отелям эконом примерный список отелей эконом в Болгарии я на любом вебинаре всегда повторяю что отели эконом это в принципе слово эконом оно подразумевает как раз экономичный вариант отдыха то есть минимальный завтрак минимальные услуги в отеле да будет чистенько аккуратненько возможно какой-то там старенький ремонт но в любом случае по отелям эконом ничего не меняется вот экономные номера мы продаем редко потому что как правило все номера в данных отелях идут как стандарты метраж данных стандартов в любом случае все равно где-то от 17 до 20 метров кроме самых-самых старинных отелей это как например жюри кюриевс на святом константине елена у них там номера по 12 квадратов а так вообще стандартные номера на 17 20 квадратных метров на первые линии я выделила отели но первая линия все равно подразумевается через набережную луна берлин golden beach palm beach rio astoria это не то есть в любом случае нужно будет пройти через дорожку ambassador lilia вторая линия это где-то до 350 метров как я высчитывала arena mar атлас astera престижи славей berlin green park central holiday park geopark комплекс green park престижи более новые отели на них нужно обращать внимание потому что они вместе с водными горками и название это как раз и подразумевает атлас astera по качеству высокого уровня отеля arena mar то же самое это уже достаточно возрастной вариант вот если есть у вас вопросы по золотым пескам нет вопросов да тогда поехали дальше как я уже сказала после албены у нас с вами идет солнечный день два отеля палас марина в прошлом году палас который всегда был на завтраках в прошлом году он как раз перешел на все включено как у меня партнеры сказали наконец-то потому что не было смысла в этих завтраках святой константин елена дальше идет кранево ривьера курорт который здесь представлен он идет следующим прям перетекает из золотых песков прям четыре отельчика он считается закрытым четыре отеля и там я до сих пор не понимаю почему там очень дорогая стоимость скорее всего наверное сервис соответствует но туда даже трансферы дорогие хотя это находится буквально за за ограждением от золотых песков считается как клубный так святой константин елена курорт он небольшой он тоже расположен на возвышенностях то есть нужно будет подниматься вверх-вниз отели которые будут вам интересны на первой линии это как раз отель Азалия отель Сириус Бич рядом они построили в прошлом году у них стройка достаточно давно шла но апартамент они просто их расстроили то есть Сириус Бич и Сириус Резидент Дольфин Марина Дольфин дальше Гранд Отель Варна пока не работает Жулио Кюри это эконом вот вариант старинного советского периода Эстрея Палас Эстрея Резидент находится кстати хочу отметить что это курорт тоже очень зеленый они находятся это где-то будет у нас уже на возвышенности там линия вторая соответственно Эстрея Палас это отель Эстрея Резидент это у нас апартаменты ну в принципе все остальные отели они расположены достаточно высоко скажем так и я напомню что Святой Константин и Елена отличаются еще своей минеральной водой то есть там можно проходить лечение минеральными источниками так если вопросов нет поехали дальше солнечный берег хочу сказать что где-то посреди Черноморского побережья мы проезжаем с севера если едем с севера на юг или с юга на север не принципиально есть курорт обзор как я уже упоминала и небольшой городок Бяло вот там я хочу отметить что там уже зелени растительности уже не так много это уже более открытые пространства там там уже есть отели как раз их немножко с более большими территориями но как раз на этих территориях и существует именно жизнь в этих так скажем отелях как например обзор бич-резорт и далее если мы уже спускаемся к югу так профилечения это вам нужен список болезней которые там лечат давайте я вам его просто отдельно тогда отправлю потому что я так вам сейчас не скажу я знаю что там есть бассейн с серной водой где в принципе можно поплавать а что именно конкретно нет так солнечный берег это самый крупный курорт Болгарии он еще продолжает кстати застраивается но застраивается он уже именно апартаментами то есть отели там не строят там тоже происходят реновации но отели не сносят как на курорте Албена я по крайней мере не помню за сколько лет я работаю по Болгарии с 2008 года чтобы там сносили отели строили новые поэтому там в любом случае только идет реновация номерного фонда и самого отеля и соответственно зоны отдыха общей что нужно понимать по солнечному берегу вот это вот основная дорога которая ведет в Бургас соответственно ведет назад в Барну это считайте где-то до пляжа ну наверное больше километра будет где-то так достаточно прилично если не все два застройки сейчас идут за этой дорогой потому что здесь в принципе все уже застроено карта достаточно старая новую карту нет в интернете новых карт есть только в бумажном носителе могу сказать что только где-то 600 отелей если не больше именно на солнечном берегу то есть надо понимать что там очень плотная застройка поэтому у данных отелей территории очень маленькие в принципе у кого-то в принципе вообще чуть-чуть то есть очень-очень маленькие солнечный берег это считайте как город его постоянно почему-то называют русским городом там очень много русских это тусовочный курорт дальше что нужно еще понимать через солнечный берег сейчас покажу где вот здесь проходит дорога которая пересекает его вдоль и уходит в Несебр в Рабду и Несебр вот все что до этой дороги это метров 500 до 500 считайте что это вторая линия все что за вот этой дорогой это уже третья линия отеля идет это для вашего понимания пляжная полоса достаточно большая она тоже отделена набережной то есть идет пляж дорожка и отели первая линия соответственно за дорожкой соответственно на этой дорожке очень много ресторанчиков кафешек впрочем как и на золотых песках что интересно по отелям первая линия у нас если смотреть с как раз северная часть получается Royal Palace Helena Sense Helena Park два две пятерки очень высокого уровня тоже не падают в своем сервисе жалоб никогда не получаем но стоимость соответствующая не дешевая Majestic Beach Resort Festa Beach это все первая линия Bellevue славянские теперь уже весь с кондиционерами наконец Condor раньше был отель три звезды его сделали четыре звезды хотя могу сказать уровень трех звезд хотя там очень большие номера то есть глобальной реновации там не было но три с плюсом вот так вот между трешкой и четверкой стоимость будет цена качество так Ditevrica для детей с водными горками отель Glarus на пляже Grand Victoria вот знаменитые чайки Beach Resort которые в этом году изменили свою категоризацию до трех звезд но шикарное расположение в принципе затмевает все остальное отель Орел рядом с Орлом есть отель Astoria 4 звезды это один хозяин то есть гости Орла питаются в ресторане отеле 4 звезды очень популярный отель очень быстро становится на стоп Grand Hotel Sunny Beach отель Globus LTI Neptune Beach Rio Helios Collisium я его колизеем называю это два апартаментных комплекса в частности скорее с частными я бы сказала апартаментами так отель Европа здесь Burgas Beach здесь уже так называемые дюны дюны это я бы сказала это песчаная возвышенность то есть здесь отелей нет здесь просто идет пляж и дюны а здесь апартаменты уже построены вот в принципе растительности конечно на этом курорте не так много то есть уже отели там сами благоустраивают вокруг какими-то деревьями это не не то что на севере потому что сами понимаете здесь более масштабно идет все так по второй линии можно обратить внимание на отеле Yunona 3 звезды Evor свежесть по море но это все тоже будет эконом вариант близко Trachea Plaza Trachea Garden это все будет уже эконом вариант с минимальным уровнем услуг в отеле с минимальным питанием ну и так далее есть отели 3 звезды которые работают на все включено но в любом случае там выбор будет небольшой то есть будет шведский стол но выбор будет небольшой это нужно доносить до туристов и понимать самим на данном слайде я как раз выделила отели вот первые линии это не все то есть грубо говоря кто сюда вошел вторая линия как я уже сказала там 300 ну до 500 получается не до 300 все-таки 300-500 метров именно до той дороги до которая пересекает солнечный берег третья линия это уже за дорогу идет отели 5 звезд их тоже не очень много на солнечном берегу как я уже сказала Royal Palace Helena Sands Helena Park Rio Helios Paradise 4 звезды я сюда определила потому что это высокого уровня отель это немецкий хозяин сервис соответствующий все мы с вами знаем где есть немцы там есть сервис ну конечно и немецкое гостеприимство новый отель Rio Palace Sunny Beach Victoria Palace это достаточно возрастной отель Barcelona Royal Beach возрастной отель планета Hotel Aquapark это тоже возрастной отель раньше был 4 звезды он достаточно пафосный но у него преимущество он стоит тоже прям перед дорожкой перед пляжем на картинках тоже я отметила отели чтобы было понятно что за картинки представлены по апартаментам апартаментов много продаем мы на солнечном берегу как правило апарт-отели и апартаменты которые мы продаем имеют рецепции то есть это не просто квартиры где там пошел взял ключ и заселился а именно с рецепциями чтобы была возможность решать какие-то вопросы туристам некоторые апартаменты берут за уборку но это мы предупреждаем это если есть такие моменты но как правило это все уже входит в стоимость по депозитам нет не было таких случаев что кто-то там брал депозиты это только если отели 5 звезд но тоже таких случаев глобальных не было так представлены апартаменты форт нокс форт нокс это просто компания которая имеет собственности данные апартаменты в принципе это квартиры вот считайте что в современном варианте это стандартная современная квартира так по солнечному берегу все понятно если понятно давайте дальше пойдем далее если сейчас я вернусь на карту солнечного берега просто покажу вот если мы уезжаем немножко солнечного берега это не дорога варна она уходит именно чуть правее вот здесь вот есть святой влас и курорт елените что понимали а здесь уже дальше идет не себр так святой влас это у нас с вами полностью апартаменты квартиры апартаменты и гостевые домики то есть там нет отелей каких-либо там высокого уровня пять звезд там только апартаменты те же самые той же самой компании форт нокс представлены и есть такой закрытый комплекс называется диневи резорт тоже с апартаментами застройка говорю сразу плотная во всем святом власе плотная застройка пляжная линия достаточно узкая если она все-таки на солнечном берегу широкая в албене она широкая золотые пески широкая то здесь достаточно узкая это нужно тоже понимать есть первая линия апартаментов есть вот это не ошибка просто за первой линии есть еще одна первая линия апартаментов вторая третья рецепция в диневи резорт находится в отеле диамант то есть туристов привозят и уже в принципе не первый год развозят по своим апартаментам раньше это было сделать невозможно потому что у партнеров были очень большие автобусы а когда появилась возможность смене вот этих автобусов соответственно они стали разводить всех туристов по своим апартаментам потому что расстояние достаточно большое по апартаментам все понятно да стандартные квартиры с кухней здесь готовить можно нельзя готовить в апарт-отелях например на солнечном берегу а то что касается апартаментов готовить как раз можно есть все необходимое есть магазины есть также рестораны есть куда сходить в принципе рядом солнечный берег если надо потусоваться можно и до солнечного берега доехать по елените как я уже сказала это закрытый клубный комплекс зеленый находится на возвышенности состоит из нескольких отелей что входит хочу отметить сразу что все отели достаточно тоже возрастные то что в этом году меняется категория андалу сеатриум на три звезды и виллы елените тоже на три звезды по виллам елените хочу отметить что у них небольшие номера в этих виллах и очень небольшие кровати то есть высоким людям будет достаточно сложно это тоже нужно сделать себе пометку royal bay royal park на первой линии стоят хочу также отметить что у на курорте елените небольшая узкая небольшая пляжная полоса достаточно тоже узкая в принципе как и вот святой влас потому что они перетекают перетекают друг в друга royal castle отель 5 звезд достаточно пафосный достаточно интересный но не рекомендуется к размещению с детьми потому что внутри и шкуры и достаточно такое своеобразное своеобразное своеобразный дизайн данного отеля в любом случае его чаще используют как для персон более высокого уровня либо проведения свадеб либо там медового месяца либо какие-то конференции вот в таком масштабе лучше уж детьми тогда обычные отели royal bay royal park либо вилла еленити далу сиатрио но это все-таки клубный комплекс он закрытый там есть аквапарк там тоже все есть для семей с детьми то есть в принципе вся болгария для детей если здесь понятно вопросов нет поедем дальше да по поводу санаторий да я напишу но это в принципе я думаю что вы имеете ввиду наверное такие курорты как сандамский веленград хисар это не черноморское побережье вот у них есть медицинские лицензии есть профиль лечения я вам тогда отправлю то есть это немножко другой другой объект скажем так это не черноморское черноморское побережье это вглубь страны Болгарии так если мы с вами уйдем от святого власа вернемся на другой конец солнечного берега далее будет у нас с вами мини курорт Равда как я называю но это не то что даже курорт там в любом случае идет как вот эти вот маленькие поселки они просто перетекают друг в друга Равда мы представляем там как правило гостевые домики либо какие-то мини-отельщики три звезды не более высокого уровня дальше идет Несебр Несебр вы знаете по скорее всего по старому городу который занесен в ЮНЕСКО старый Несебр туда делают экскурсии хочу еще отметить сразу по экскурсиям экскурсии проводят в Балчике это ботанический сад знаменитый экскурсии в город Сазополь делают ну соответственно еще с юга в Стамбул так по Несебру вот это у нас с вами здесь старый город лучше конечно пляжная инфраструктура и вообще для пляжного отдыха карта достаточно старая не обращайте внимания она просто хорошо показывает вот здесь расположены сети отелей Соль Соль Несебр Мара Соль Несебр Палас Соль Несебр Бэй мы продаем только два Соль Марина Палас это расположен уже более в центре Несебра потому что все-таки Несебр это у нас с вами городок поселком вряд ли называть но городок то есть с местными жителями то есть более пляжный это конечно вариант вот в этой части Несебра уровень отелей Сити Соль тоже остается на прежнем не падают в сервисе но и стоимость у них тоже соответствующая далее если мы уедем из Несебра по правой стороне у нас будет Поморье Поморье это у нас вот то что касается если у нас Святой Константин и Елена это минеральные источники то здесь грязи здесь есть озеро грязевое и здесь как раз можно проходить лечение именно по по так скажем грязи лечения интер отель по морю он расположен вот здесь старый советский отель с реновацией отдельных номеров но уровень ремонта как говорится он не изменился я еще раз повторюсь если отель не снесли не построили новый то он будет достаточно возрастной и достаточно в советском стиле то есть вот что-то из санаториев в Крыму либо в Абхазии в Пицунде вот вот это напоминает даже запах как там по по морю конечно лучше в этой части феста вия понтика это сеть отелей феста по морю и сансет резорт на первой линии большой апартаментный комплекс и отель с огромной территорией 5 звезд апарт отель 4 звезды то есть есть апартаменты есть просто обычные номера напротив поморья прям через дорожку на выходе будет аквапарк аквапарк достаточно новый то есть они расширили инфраструктуру для привлечения туристов вот здесь у интеротеля поморья зеусов здесь пляж очень маленький и узкий и в основном скалистые берега это тоже с местными жителями получается как бы часть данного курорта вообще в принципе поморе это тоже городок там тоже присутствуют местные жители так что еще у нас есть гранд отель поморья вот это кстати озеро гранд отель поморья но это пятерка мне очень понравилось но она конечно в советском стиле но никакого отторжения она в принципе не вызывает то есть учитывая что они круглогодично еще работают то в принципе без проблем можно туда отправлять туристов но все-таки поморье это у нас с вами для категорий людей которым нужен более тихий отдых более спокойный отдых без каких-либо тусовочных моментов то есть если погулять потусоваться на дискотеке потанцевать это все-таки курорты золотые пески и солнечный берег здесь более спокойный отдых Несебр это тоже более спокойный отдых получается в Несебре в основном вот допустим вся жизнь может грубо говоря как я говорю туристическая жизнь проходит на территории отелей соль то есть остальное все это как город погулять так если здесь нет больше вопросов то давайте дальше так следующий слайд я просто объединила потому что там это тоже города ну город город это сильно сказано пол пол поселок полугород наверное поселок полугород морские город городки такие небольшие Аркутин в принципе состоит из двух отелей вот Святи Тома это комплекс таких вот домиков расположен в очень шикарном месте прямо на берегу моря в Аркутин очень хороший пляж потому что насколько понимаешь где все-таки спрос очень большой как например солнечный берег соответственно там и немножко меняется инфраструктура и сами люди и подача всего сервиса на солнечном берегу а здесь более эксклюзивный получается отдых очень красиво не так много людей но он тоже закрытый стоимость выше среднего тихий здесь я скажу очень тихий тихий отдых Китен это у нас городок в основном представлены отели эконом вариант три звезды либо гостевые какие-то домики две звезды есть пляжная полоса недостаточно тоже большая но в принципе туристам тоже интересно есть несколько вариантов которые они рассматривают Приморска тоже самое тоже небольшой соответственно есть основной отель гранд отель Приморска который сейчас называется Приморска Дель Соль отели три звезды есть несколько отелей четыре звезды он тоже небольшой курорт Созополь это уже город достаточно интересный городок просто для прогулок это тоже тихий будет отдых для прогулок для это городок тоже с местными жителями то есть это не курорт как солнечный берег считается здесь представлены отели в основном три звезды и четыре звезды в этом году кстати достаточно отелей в том числе вот новый Аполлония Бич Резорт Апарт Отель как я уже сказала что в Болгарии в основном все-таки строят именно апарт отели потому что видно они пользуются большей популярностью хотя и отели бронируют достаточно активно стандартные но добавили в Созополь отели четыре звезды более скажем так высокого уровня есть там два пляжа вот Лагуна Бич Резорт один и Вилла Лис например это городской пляж расположен а у Лагуна Бич Резорт это уже другой совершенно пляж с другой стороны городка Созополь и как бы относится к этому отелю дальше Сарафово это у нас рядом с Бургасом это тоже это поселок у нас два отеля только представлено Антлантис это тоже апартаменты здесь есть апартаменты и частные а есть апартаменты которые вот продают именно на лето единственный нюанс пляж будет вот где-то вот здесь далеко и нужно спускаться вниз то есть с пляжем здесь ну такие небольшие проблемки есть но это тоже тихий отдых и это хорошо для тех кто может быть ну не транзитом но именно может быть не пляжный а рядом нужно посещение Бургаса то есть основного города куда прилетают самолеты вот только наверное в этом контексте хотя стоимость очень-очень хорошая апартаменты там очень хорошие готовить тоже можно курорт Лозенец это у нас с вами уже ближе к болгаро-турецкой границе скажем так это 60 километров от солнечного от Бургаса туда вниз это тоже поселок но он активно несколько последних лет расстраивал расстроился то есть там строят либо гостевые как раз небольшие отельщики уровня 2-3 звезды а вот на самом берегу я их называю сеть оазисов это апартаменты высокого уровня есть частные апартаменты есть которые мы продаем и отель оазис оазис дель маре то есть там очень хороший пляж есть где прогуляться кафешки рестораны это само собой разумеется но вот уровень этих оазисов очень достаточно высок потому что они изначально были нацелены на аудиторию выше среднего уровня скажем так вот дальше еще есть как я говорю поселок Царево в принципе это тоже там с местными жителями есть тоже пара отелей но там в основном 2-3 звезды это уже ближе вообще очень близко к турецкой границе в принципе наверное у нас с вами и все так есть вопросы по тем курортам если нет дальше двигаемся это наверное уже последний слайд я не могу не сказать про курорт дюны потому что это единственный курорт который является ну скажем так для меня випом вип курортом в Болгарии он никогда не падает ни в цене ни в качестве ни в сервисе бронировать его нужно сейчас потому что потом буквально через месяц он встанет на стоп он очень популярен там не так много отелей он дорогой но на него не поступало ни одной жалобы то есть это уровень курорта который сам о себе заботится постоянно причем и это очень впечатляет то есть если у вас есть вип туристы то в принципе можете отправлять сюда вот это наверное все это наверное последний слайд да поэтому наверное просто может итог подведем Болгария у нас с вами все равно рассматривается как домашний отдых я бы так сказала учитывая что по климату нет никаких проблем с погодой с природой это напоминает Краснодарский край но только сервис и уровень гораздо выше поэтому вот если рассматривать как домашний отдых аналогичной России пляжной России скажем так то в принципе Болгария всегда была будет я думаю и остается очень интересным курортом во всех его интересным страной и пляжным отдыхом во всех проявлениях только хочу отметить что просьба большая доносить до туристов что все-таки отели три звезды это все-таки эконом класс экономный отдых и если как говорится чтобы ну предпочтение все-таки в Болгарии уже стоит отдавать отелям четыре звезды которые будут в любом случае по качеству и по цене они будут соответствовать то есть если выше среднего отправить это мы рассматриваем курорт дюны курорт албена отдельные отели на солнечном берегу отдельные отели на золотых песках вот если где-то средний уровень и все-таки предпочтение лучше но это по моему мнению отдавать питанию все включено потому что в любом случае с питанием в Болгарии проблем как таковых нет учитывая что у них и овощи и фрукты они в любом случае свои собственные какой-то процент процентов 70 они все-таки выращивают например курорт албена он как раз обеспечивает на процентов 70 себя полностью вот остальное они закупают поэтому в принципе я всех приглашаю в Болгарию Болгарию я люблю и спасибо за внимание если есть вопросы можете задавать если все понятно давайте прощаться в Болгарии